Отдельно взятое здание Центра профориентации «Перспектива» на время превратилось в целый город со своей инфраструктурой, социальными институтами и предприятиями. В рамках мероприятия ребятам предлагают освоить семь рабочих профессий. Вот за этой дверью, например, находится кондитерская фабрика. Здесь пекут сладости, самые настоящие. Из теста, корицы и сахара. И очень много, чтобы хватило на всех жителей Мастерграда, которые честно работают в соседних секциях по другим специальностям. Кстати, у ребят, занятых в проекте, есть шанс за один день примерить для себя несколько профессий. У нас регламент 30 минут на одну станцию. В результате дети проходят за время, которое они проводят в Мастерграде, 3-4 станции. Они могут поменяться, да. То есть они приходят на одну станцию, 30 минут занимаются здесь выпечкой печенья. Потом могут отправиться в парикмахерский цех или на строительство. Строители расположились этажом выше. Пока это только игра. Но, возможно, в будущем кто-то из этих мальчишек действительно станет возводить дома. Володе Балы ему, например, строить нравится уже сейчас. И он совершенно точно знает, каким бы хотел видеть город в будущем. Чтобы все дома были отремонтированы, все те дома, которые сгорели, их снесли, поставили на место их другие многоэтажные дома. Современным хочу свой город видеть. В Мастерграде есть свои спасатели, которые тушат пожары. Медики, продавцы. Стоит отметить, что участникам от 6 до 10 лет. Каждую секцию ребят принимали на работу почти по-взрослому. Выдавали трудовую книжку, профессию дети выбирали сами на бирже труда. Проходили инструктаж и по азам специальности, и по технике безопасности. У кондитеров обязательные перчатки и колпаки. У строителей каски и жилеты. Каждому свое. Мне кажется, чем раньше дети начинают ценить то, что сделано руками человека, тем быстрее к ним приходит понимание, что булки не растут на деревьях. Что в этой жизни всего нужно добиваться. Дети современные очень открыты к миру информации, к каким-то поступкам. И чем раньше они начнут придумывать, играть в новый мир, в котором бы они хотели жить счастливо, тем лучше для них. Организаторы попытались сделать игру более правдоподобной, то есть очень похожей на взрослый мир. Ребятам от этого было только интереснее. После окончания своего трудового форума они радостно делились впечатлениями. Сергей Веселов, Денис Железов, программа «Губерния». До новых встреч! Да.